В нем основы, как рисовать нейрографическую линию, потому что если вы рисуете нейрографическую линию неправильно, то вы не рисуете нейрографику. То есть все, что будет дальше, без знания того, что такое нейрографическая линия, это просто рисование. И эта информация всегда полезна для повторения тем, кто давно рисует, потому что забываешься и иногда уходишь в стереотип. И также я вам покажу, как округлять. Это главное, что нам сегодня надо научиться делать. Первый алгоритм, который я всегда даю на бесплатных интенсивах, это, конечно же, алгоритм снятия ограничений. Это самый-самый известный, самый популярный алгоритм в нейрографике. И, конечно же, его нужно знать всем. Даже если вы ограничитесь бесплатными интенсивами, хотя стоит понимать, что, конечно же, все тонкости, все нюансики, все такие хитрости, они, конечно, идут на полных курсах. Но мы даем на бесплатниках очень-очень подробную информацию, подробнее всех остальных, кто работает в этой сфере. Поэтому сегодня мы разберем с вами алгоритм снятия ограничений очень подробно. И вообще тема курса у нас про отношения, а в нейрографике мы всегда рисуем на какую-то тему. То есть мы не рисуем просто красивую картинку, мы рисуем на тему. Поэтому уже сейчас начинайте думать, что вы хотите проработать, какой у вас запрос, потому что это техника психологическая. К психологу всегда приходят с каким-то запросом. Вот какой запрос у вас на сегодняшний день, на сегодняшний алгоритм, может быть, на весь интенсив. А может быть, вы уже готовы приходить к нам на полные курсы, хотите взять какую-то тему прям на полный курс в работу. Просто я знаю, что у нас огромное количество наших подписчиков уже полгода ждали этот курс, и они вот готовы уже приходить и осваивать его целиком. Поэтому прикидывайте, на какую тему будем рисовать, а я потихонечку буду переключаться на другую камеру. Вы сейчас увидите мой лист, на котором я буду рисовать, и мы с вами повторим основы, и, собственно, уже приступим непосредственно к рисованию. Нам сегодня понадобится несколько листов А4. Возьмите штучек 5, пусть они у вас будут под рукой. Что-то записать, что-то пометить, порисовать. Во время практики, может быть, какие-то инсайты, откровения получите, их захочется зафиксировать. Нам понадобятся маркеры разной толщины. У меня черный перманентный маркер 1 мм и потолще 2 мм. Постарайтесь, чтобы у вас тоже было две толщины линии. Сейчас для новичков информация. Еще раз напомню, что такое нейрографическая линия. Нейрографическая линия обладает двумя свойствами, двумя качествами. И это то, что нужно про нее всегда помнить. Она не похожа сама на себя на каждом участке движения. То есть, смотрите, когда мы действуем стереотипно, мы идем по таким маршрутам. Это стереотип. Стереотип – это какие-то привычные наши действия. Мозгу легко в стереотипе. Он привыкает и дальше уже не контролирует эти поступки. Но когда мы живем постоянно в стереотипе, у этих удобных маршрутов есть минус. Они нас никогда не приведут к чему-то большему, потому что это наша граница комфорта. И вот нейрографическая линия, она полностью отлична от стереотипа. Она природная, бионичная, не похожая сама на себя. Мы ее ведем с сопротивлением, стараясь хотя бы на градус, на полтора менять направление движения. Меняем маршруты, простраиваем новые цепочки. Она напоминает в чем-то контуры облаков. Очень такая природная. Например, вид на реку сверху. Постарайтесь вот ставить маркер на лист и чувствовать, куда рука хочет ее начать вести. И хотя бы чуть-чуть менять направление движения. Старайтесь, чтобы она у вас не уходила в такую волну. Поймали, что вот ушла в волну стереотипную. Опять поменяйте ей направление движения. Потренируйтесь. Это очень-очень важно. И первое, что можно отметить, когда вы ведете нейрографическую линию, это то, что вам немножко дискомфортно. Потому что мозг привык к стереотипам, к стандартным ситуациям и к вашему стандартному реагированию на какие-то ситуации. А сегодня мы будем буквально с вами с помощью маркера перепрошивать ваш мозг, заставлять его прокладывать новые нейронные маршруты. И он будет сопротивляться этому. Вы будете чувствовать кто-то раздражение, прям злость. Будет желание у кого-то порвать рисунок. И в эти моменты радуетесь, вы делаете все правильно. Итак, с линией мы с вами разобрались. И следующий момент, который нам крайне важен, это округление. У нас будет ситуация, когда какие-то две линии будут пересекаться между собой. Когда они пересекаются, образуются углы. Углы всегда остренькие. Любая острота будет символизировать, и вообще в нейрографике символизирует, конфликт. А как нам решить конфликт? Вписать сюда окружность. И вот мы как будто бы вписываем окружность, дугу, мозг достраивает до круга, и мы получаем эффект округления, сглаживания конфликта. И на этом этапе тоже у многих будет сопротивление. Про все эти вещи я буду вам говорить в процессе. Сейчас просто потренируйтесь. Я готова уже непосредственно приступить к практике. Выбираем тему. На какую тему вы сегодня будете рисовать? Я, например, для себя, я долго думала, какую тему я хочу выбрать. Даже до смешного целый день думаю, ну мне же надо тоже какую-то тему поставить. Ну и здесь я вроде решила конфликт. И здесь решила, и здесь решила. Потому что уже на практике, как только что-то возникает, я сразу рисую нейрографику, чтобы это проработать в себе. Но решила все равно в проработку взять тему отношения с сыном, потому что сын подросток, всегда есть какие-то нюансы, какие-то претензии, какое-то беспокойство материнское. И сразу оговорюсь, сразу оговорюсь, друзья, что в нейрографике мы работаем с собой. Это важно. Только с собой мы не влияем на другого человека вообще никак. Потому что влияя на другого человека, мы будем нарушать вселенский закон свободы выбора. Ну а нам это не надо. Вот даже я, ставя в тему себе отношения с сыном, вы любую свою тему запишите, я понимаю, что я буду сегодня прорабатывать свои реакции на наши взаимоотношения и на какие-то его поступки. Не его поступки я буду исправлять, как бы я ни хотела. Я никак не могу влиять на него. Это его жизнь, его выбор. Но я могу изменить свое отношение к каким-то вещам. То есть даже ставя, вот еще раз повторю, тему таким образом, когда вот вы и кто-то, мы работаем с собой, со своими реакциями, со своими чувствами, со своими эмоциями. И это очень-очень-очень важно. Можно ли отношения с деньгами? В принципе, можно. С противоположным полом можно. Даже с собой можно. Но тему отношений с собой, она очень глубокая. Мы с нее начнем полный курс. Можно с собой, да. Но вот прям детально это будет на полном курсе. Нет правильной или неправильной формулировки. Вот как вы сейчас, на момент здесь и сейчас чувствуете, так и запишите. Но тему обязательно записать. Можно отношения с детьми, мужем, мамой. Возьмите, Мария, кого-то одного. Выберите кого-то одного, не надо всех сразу. Отношения с родом можно, но это очень глубокая тема. Может вылезти очень большое сопротивление. С коллективом, да, Екатерина, пожалуйста. Одиночество можно? Можно. Можно. С работой можно. Любые темы можно. Но я вот предлагаю сегодня взять, попробовать вы и кто-то. И какой-то либо конфликт, либо какая-то ситуация, да, и так далее. Всем тем, кто сейчас задает огромное количество вопросов, можно ли, ответ будет можно. Пишите тему. И вот смотрите, как спортсмены подходят к тренировке. Потому что мы сейчас будем очень круто тренировать свой мозг. Вот любой спортсмен начинает с разминки. И у нас в нейрографике тоже есть разминка. Такая небольшая зарядочка, которая помогает нам расшевелить, взбудоражить нашу нейронную сеть, наши нейрончики. Вот все те, которые каким-то образом связаны с нашей темой. И это упражнение носит классическое название «20 слов за 2 минуты». Что мы будем делать? Послушайте, пожалуйста, внимательно, чтобы не было лишних вопросов. Я засеку сейчас 2 минуты, засеку 2 минуты времени, и мы с вами будем писать слова, просто потоком, все то, что приходит в голову, когда вы смотрите на вашу тему. Не надо думать специально. Если у меня, например, тема отношения с сыном, а в голове там слово «дерево», «асфальт», «машина», «дом», «облако», «птица», то есть, казалось бы, совсем не связанные, я их все равно пишу. Потому что раз они вылезли, раз подсознание их выкинуло из себя на поверхность, вот какая-то связь есть. Возможно, это будет какая-то подсказка, образ, еще что-то. Мы с вами не анализируем, не вешаем ярлыки правильно или неправильно, а просто пишем. Слова могут быть существительными, прилагательными, глаголами, наречиями, чем угодно, можно фразами, можно словосочетания. Все можно. Итак, я ставлю 2 минутки, прямо сейчас на телефончике выставляю таймер. Так, и мы с вами пишем все то, что приходит в голову. Итак, на старт, внимание, поехали! Слова могут повторяться. Минутка прошла. Продолжение следует... 5 секунд, и стоп, стоп, и теперь, и теперь мы просто считаем количество слов, никак их не оценивая, не анализируя, вот вообще просто считаем количество. Для себя можно просто отметить, какие слова повторяются. Вот у меня сто раз вылезло слово отпуск, приключение в этой теме. Вот я потом могу подумать, а про что мне это, о чем мне это говорит. А сейчас просто считаем слова. Важно, чтобы слов было больше, чем 20. Так, 42, 30, у кого-то 7. Вот сейчас я прокомментирую, так, 31, 40, 41, но у меня тоже тут ощутимо так больше 20. Так, вы молодцы, 52 у кого-то, здорово, здорово. Так, что значит, если вы не успели? Вообще-то, вот вообще-то, 17 и больше в этом упражнении оптимально 17 и больше. Вот те, у кого меньше 17, это говорит о том, что вы не смогли вот в этом упражнении себя отпустить и писать потоком все, что приходит в голову. Это не значит, что вы сейчас не сможете рисовать, нет. Просто это говорит о том, что у вас есть вот какое-то либо напряжение относительно этой темы, либо зажатость, либо просто пока еще нет навыка, элементарно просто навыка, отпускать себя и выплескивать потоком все на лист. Ничего страшного, с опытом придет. И ко второму мастер-классу вы потренируетесь, у вас все получится. Итак, что с этим делать? Ничего. Это была просто разминка для наших нейронных связей. Сейчас мы с вами приступаем непосредственно к прорисовке вашей темы. Можно взять этот листочек, поставить перед глазами, чтобы ваши темы и вот эти слова были у вас на видном месте. И мы с вами сейчас будем делать выброс. Слова могут повторяться. Считаем каждое слово. Что такое выброс? Выброс – это основа основ алгоритма снятия ограничений. Друзья, вот сейчас уже прям внимательно мы с вами приступаем к алгоритму. Вообще алгоритм снятия ограничений, его еще сокращенно так и называют – выброс. Что такое выброс? Это резкое выплескивание на лист всего негатива, который у нас связан с нашей темой. Пожалуйста, сейчас послушайте меня и посмотрите, что я буду делать. А потом мы сделаем это все вместе. Я смотрю на свою тему отношения с сыном и начинаю искусственно поднимать в себе. Те эмоции негативные. Сейчас мы фокусируемся на негативных эмоциях, ощущениях, каких-то своих реакциях. Вот что меня беспокоит, что меня раздражает. Я-то знаю, о чем я думаю, что я хочу трансформировать. Какие вещи в его поведении вызывают у меня прям рисучку такую. А я как продвинутая психологически мать, пытаюсь как-то все сгладить, принять еще что-то. Но я чувствую эти эмоции. Вот я сейчас прям могу даже закрыть глазки, так вот стопы поставить на пол, подышать и поднять в себе. Вот это вот где-то вот боль, беспокойство, где-то раздражение, где-то возмущение его поведением. Но это мои эмоции. Я начинаю глубоко дышать, и как только я понимаю, что вот куча вот этого негатива, она поднялась, я в течение трех секунд, пожалуйста, только смотрите, не повторяйте, выплескиваю вот так это на лист. Просто резко, можно с криком, можно с выдохом. Три секунды. Вот это вот резкая каляка-маляка на лист. И сейчас я попрошу это сделать вас. Вот вы сейчас увидели, как я это сделала. Размашисто, резко. Вот прям отследите свое состояние, поставьте обязательно стопы плотно на пол, сядьте ровно, начинайте вот дышать, поднимать в себе вот эти вот эмоции, вот это вот раздражение. Может быть даже в теле какой-то отклик будет, может где-то там рука сожмется, зубы стиснутся. И со всей силы на счет три, три секунды и калякаем. Давайте дружно. Раз, два, и делайте выброс. И делайте выброс. Вот Ирина пишет, рыдать нормально. Да, в этот момент уже могут пойти эмоции с открытыми глазами, да, тошнота, слезы. Хочется прям у кого-то, может быть, лист уже порвался, карандаш сломался, там маркер вдавился, в жар бросило. Да, здорово, вы молодцы, плачу, поздравляю вас, вы делаете все правильно. Это именно то, что мы и должны испытывать в этот момент. И давайте сразу отследим. Вот все это, это то, что еще несколько секунд назад было внутри нас и разрывало нас изнутри, потому что эмоции такая вещь. Мы можем понимать, что надо их извлечь, отпустить, слушать вот эти умные, красивые психологические фразы, простите, отпустите, примите. Но это в нас сидит, как ни крути. И вот сейчас мы это наглядно выпулили на лист. И мы можем посмотреть, вот смотрите, уже какой момент. Только что это было внутри, сейчас это вот так на листе, это уже наружу, это уже не внутри. Здорово. Посмотрите, как выглядит ваша злость, ваше раздражение. Вот у меня выглядит вот так. Кому-то, может быть, это что-то напомнит, какой-то образ, но образы нам не важны. Смотрим, вот как это есть. И теперь смотрите, что интересно. Берем маркер, каждое пересечение – это какой-то наш личный внутренний конфликт относительно нашей темы. Кому-то стало легче, кому-то тяжело. Все правильно, у каждого своя проработка. Просто будьте в потоке. И мы сейчас с вами, собственно, начинаем рисовать нейрографику. Мы начинаем скруглять уголочки. Посмотрите, как я это делаю. Когда делаешь выброс, полосы получаются такие светловатые. И нам, чтобы красиво все было, придется их обвести. Возможно, вам тоже придется, вот мне точно. Мы начинаем скруглять. Какой смысл этого действия? Скругляя пересечения, мы внутри себя гармонизируем какую-то часть вот этого конфликта. Мы работаем с собой, со своими реакциями на эту ситуацию. И кому-то может стать плохо на этом этапе, потому что тут мы работаем с эго. Не у всех эго готово быстро решить ситуацию. Мозгом мы можем хотеть решить. А наше эго может хотеть решить так, как оно хочет. И вот здесь может быть конфликт. Мы просто округляем. Просто округляем и позволяем себе проживать свои ощущения. И еще в нейрографике очень важно ощущать, что происходит в процессе. На что мы обращаем внимание? Что мы чувствуем в данный момент? Вот я успокаиваюсь в данный момент, округляя. А кто-то, может быть, наоборот, напрягается. Следующая точка внимания. А что в теле происходит? Где-то что-то завибрировало, закололо, напряглось. А может быть, расслабилось. А может быть, выдыхание задержали. А может быть, наоборот, выдохнули что-то. Просто замечаем, что происходит в теле. И продолжаем округлять. На что еще мы обращаем внимание? А какие мысли приходят нам в голову относительно нашей темы, когда мы округляем? Если вдруг кому-то приходит в голову прям что-то явно интересное, что можно назвать инсайтом, прям откровением каким-то, вы вдруг поняли, что надо делать, или в чем ключ проблемы, можете это прям для себя выписать. А можете просто быть в потоке процесса. Я вот замечаю, что у меня напряжено левое плечо. Я могу сама с собой порассуждать. Так, про что мне левое плечо? Вот о чем оно конкретно мне говорит? Ну, с точки зрения психосоматики, левая сторона – это женская сторона. То есть, ну, что-то вот женское, иньское такое, вот женская энергетика. Или вообще какой-то тип женских проявлений. Я могу потом порассуждать. А может быть, я сразу получу ответ от подсознания, прям о чем мне это говорит. Хвостики, которые торчат из выброса, мы с ними пока ничего не делаем. Мы их пока оставляем, как есть. Сейчас я покажу, что с ними делать следующим шагом. Что еще мы можем отслеживать? Мы можем сейчас все дружно закрыть глаза. Давайте это сделаем. И представим какой-то образ нашей темы. И он также, как и слова разминки, может быть абсолютно любым. Вот закрываем глазки и спрашиваем себя, какой образ темы у меня. Вот у меня на данный момент какой-то вот нет явного образа. У меня перед глазами темнота, из которой что-то вырисовывается. И что я пока не могу разглядеть. Я говорю себе, окей, вот на данный момент как-то так. Открываю глаза, возвращаюсь к своему рисунку. У кого-то может быть какой-то свой образ темы. Вы можете там увидеть какой-то предмет и какую-то ситуацию. Опять же, это может быть очень метафорично, не связано никак. Вот у кого-то космос, голубое облачко. Мужа вижу, черный медведь. Да, 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 мы просто наблюдаем. Просто наблюдаем. Никак это не оцениваем. Не пытаемся себе объяснить. Просто продолжаем рисовать. Кто-то может не увидеть ничего. И это тоже нормально. Продолжаем скруглять. Напишите, пожалуйста, те, кто все округлил, какие у вас ощущения, вот какие сейчас эмоции, что происходит в теле после того, как вы все округлили. А те, кто еще продолжает, вы, пожалуйста, будьте в процессе. Так, выброс всегда необходимо ли делать черным цветом? Новичкам я советую делать всегда черным цветом, потому что черный на белом – это максимальный визуальный контраст. Когда мы рисуем нейрографику, в ход идут зеркальные нейрончики, поэтому лучше вот так. У кого-то ком в горле, спокойствие, плачу, ничего не ощущаю, стало легче, слезки текут, да, успокоилась, шею давит. Вижу, что у всех очень разная, интересная рефлексия. Вот то, что мы наблюдаем, это называется саморефлексия. То есть, какие эмоции, что в теле, как меняется образ темы, какой смысл мы придаем тому, что делаем, какие мысли насчет темы возникают. Это все саморефлексия. Здорово, вы большие молодцы, что у многих идет процесс. Много сообщений, что хочется плакать. Это прекрасно. Дело в том, что в обычной жизни и вообще сейчас в социуме ну как-то не принято транслировать свои эмоции, как есть. И очень много зажатых эмоций. И когда мы позволяем себе в нейрографике, в таких практиках плакать, очень многое отпускается. Вот оно действительно отпускается, становится легче, нормализуется гормональный фон, психическое состояние приходит в норму. Кто с нами рисовал на курсе нейрохилинг, знает, что там, где слезы, там потом обязательно будет радость, потому что по биохимии эмоций так оно все и работает. То есть печаль, когда хорошенько попечалишься, позволишь себе проплакаться, отпустить, потом обязательно будешь чувствовать радость. Вот. Поэтому все хорошо. И все индивидуально, конечно, рефлексия тоже у каждого своя. Что еще можно, на какие темы подумать, порассуждать, пока вы округляете? Всегда уместно задавать себе такие вот очень хорошие лидерские вопросы. Как я создал эту ситуацию, там, какого-то конфликта? Мы всегда берем на себя стопроцентную ответственность, да, мы не обвиняем кого-то. Кто привык обвинять кого-то, но это не к нам. У нас на курсе очень много осознанных людей, я надеюсь, что все понимают, что вы автор и создатель своей жизни, поэтому мы с позицией максимальной ответственности. Итак, как я создал эту ситуацию и для чего мне дана эта ситуация? Потому что любая ситуация, она дана для каких-то осознаний. Вопрос, да, вижу, у меня два сына, где ему написать прямым ребенком? Ну вы же у нас уже опытная, вы же с нами давно рисуете. Вы можете и написать, и не писать. Если мало пересечений, что значит? Отличный вопрос, спасибо вам за этот вопрос. Если выброс у вас получился вот таким, смотрите, если вот, во-первых, вот какой-то такой, да, мало пересечений, либо вот такой, зацикленный. Это всегда диагностично. Тут несколько моментов. Либо вы в напряжении и не смогли отпустить себя, чтобы действительно выплеснуть все свои эмоции на лист, либо взяли тему не слишком для вас конфликтную. Поэтому задайте себе вопрос, какой случай ваш, и имеет смысл все-таки сделать полноценный выброс, чтобы было с чем работать. Много пересечений, значит, ну, конфликт в теме, да, тема для вас заряженная, энергетическая, значит, есть с чем работать. Здорово, здорово. Итак, давайте прям еще пару минут даю вам на округление, и будем двигаться дальше. Те, у кого очень много пересечений, вы можете тоже двигаться с нами дальше, но сразу важный момент из техники безопасности, про который, особенно новичкам, очень важно знать. Если вы сегодня вдруг, там, да, у вас очень всего много, не успеваете доделать работу целиком, пройти все шаги, сейчас у нас много шагов будет, то вы даете себе прежде всего обещание не бросать работу, пока все не округлите. То есть, это правило техники безопасности. Хотите отложить работу, надо все округлить. То есть, где-то вы можете не раскрасить, еще там что-то не доделать, доделать завтра, но округлить сегодня нужно будет всем. Да, разорванную линию можно соединить. Хорошо, все у вас у всех хорошо, много треугольников, хочется кушать, можно ли повернуть рисунок? Можно. С оборванными линиями сейчас будем работать. Итак, следующий шаг – это оборванные хвостики. Значит, смотрите, то, что мы сейчас с вами сделали, мы увидели, как выглядит внутри нас, наш внутренний конфликт относительно нашей темы. Мы поработали с собственным эго, скруглив все острые моменты внутри себя. Дальше мы выходим на уровень коллективного, бессознательного. Сейчас мы работали с нашим индивидуальным бессознательным. Сейчас идем на уровень коллективного бессознательного. Что это значит? Это уровень социума, это уровень эгрегоров, это уровень архетипов. Сразу скажу, что подробно каждый этот пункт, каждое это слово я объясняю на курсе «Пользователь». То есть сейчас мы просто физически не можем это сделать. Мы подхватываем, смотрите, какую-то линию и теперь уже вспоминаем, как ведется нейрографическая линия. С помощью нейрографической линии вытягиваем хвостики и выводим их за пределы листа. Если у вас выброс очень такой вот прямой, как у меня, старайтесь, чтобы ваша линия не была очень такой вот ажурной. То есть да, мы помним, что мы ее ведем для себя непредсказуемо, но в то же время наша задача сейчас от этой работы растворить выброс в поле. Мы сейчас сосредоточены на зоне конфликта, а с помощью вспомогательных линий мы сейчас с вами будем растворять этот конфликт. Мы будем как бы утверждать, вот такие петельки мы тоже будем сейчас подхватывать, растворять. Мы как бы говорим, да, я точно не одинок с такой проблемой. В мире огромное количество людей, которые когда-то тоже это чувствовали, это испытывали. Есть огромное количество положительного, накопленного опыта решения таких задач. Вот смотрите, да, мы подхватываем все наши торчащие хвостики, петельки и выводим их с помощью нейролиний за границы листа. У нас возникают новые пересечения и, конечно, мы их тоже округляем. И у кого-то именно на этом этапе включается сопротивление. на социуме, на коллективном бессознательном. Разрешаем себе чувствовать свои эмоции и продолжаем процесс. Наша задача графическая, нейрографикой мы решаем нашу проблему, нашу задачу графическим способом. Так вот, наша задача растворить первоначальную фигуру выброса в поле. А сделать мы это сможем, когда количество пересечений и линий вне выброса будет уравновешивать количество пересечений и линий внутри выброса. Также для этой цели можно проводить линии и внутри выброса. Мы рассредотачиваем вот эту вот энергию выброса, энергию негатива, растягиваем ее. Сколько кому понадобится линий, это все очень индивидуально. Вот теперь у каждого стоит личная графическая задача растворить выброс и сразу же скругляете все новые пересечения. Давайте вновь попытаемся прочувствовать, а что происходит с нами на этом уровне. Мы перешли на уровень коллективного бессознательного, на уровень социума. Возникают мысли, что так в принципе, если так порассуждать, у меня идеальный ребенок, вот у меня сейчас какая саморефлексия, идеальный ребенок, то, что я считаю конфликтом, многие считают, что это прям, да вообще тут нет конфликта и грешно жаловаться. Но в то же время я понимаю, ловлю себя на мысли, что есть огромное количество людей, детей, родителей, в которых это выглядит иначе, так как я бы хотела, чтобы это выглядело у нас. Вот у меня такие мысли. Переношу внимание в эмоции. Что у меня с эмоциями сейчас? Мне прям спокойно, хорошо, а вот в теле я чувствую жар, дикий жар, у меня прям волны такой энергии сверху вниз, снизу вверх, прям щеки горят. Думаю, как интересно. Никак это не оцениваю, просто как интересно. Так, Олеся пишет, боюсь делать пересечения, не бойтесь, разрешите себе ощущать ощущения. По поводу страхов, что вы что-то обострите, давайте я вас сразу всех успокою. Многие очень ошибочно думают, что в нейрографике там как-то что-то можно привлечь не то, создать не то. Друзья мои, невозможно. Мы работаем в нейрографике с собой. Мы меняем свое отношение, своей реакции, своей нейронной связи относительно какого-то вопроса, меняем в положительную сторону. Если у вас что-то обостряется, вылазит, вам хочется порвать рисунок, вы чувствуете, что вас там подташливает, где-то что-то заболело, просто в этот момент вы вытащили на поверхность какую-то свою зажатую эмоцию или психосоматическую интересную реакцию, которая уже очень долго внутри вас была. То есть она не сейчас появилась из-за нейрографики, из-за того, что вы рисуете, она могла годами сидеть внутри, и если бы мы ее сейчас не вытащили, она бы привела к какой-нибудь не дай бог болячке или еще что-то. Поэтому в нейрографике мы не боимся, мы радуемся любому возникшему какому-то сопротивлению, потому что мы что-то сейчас можем проработать. Поэтому не бойтесь. Помним, что надо решить задачу. Те пересечения, которые сейчас возникают, они уже как таковые и не конфликтные. Здесь мы уже можем даже в каждую линию вкладывать какой-то положительный смысл. Универсальный. Пример, мудрость. Я думаю, что каждому, кто сейчас рисует в вашей ситуации, не помешала бы линия мудрости. Вот посмотрите на ваш лист, спросите себя, вот как бы у вас хотела пройти линия мудрости? Вот откуда? У меня как-то вот отсюда вот я хочу, и вот какая-то такая нейрографическая линия мудрости вот у меня. Что вы ощущаете, когда вкладываете в линию смысл? Отслеживайте. Так, да, рисунок можно вертеть. Очень спать захотелось. Весит с внешними линиями. Отлично. Значит, как раз ключ к решению вашей ситуации лежит в социуме. Проработайте в себе отношение к этой ситуации с точки зрения коллективного, бессознательного. Ситуация начнет решаться. Ведь знаете, что интересно? Вот я в самом начале вам сказала, что мы в нейрографике работаем с собой, на другого человека мы никак не влияем. Но фокус в том, что создав в себе новые нейронные связи относительно этой темы, изменив свое отношение, свои реакции, свои мысли относительно ситуации, ситуация начинает меняться, и другой человек, вероятно, тоже начнет как-то иначе проявляться. Потому что мы всегда находимся в резонансе с окружающей нас действительностью и с теми людьми, которые нас окружают. Поэтому хотите поменять что-то, кого-то, всегда надо начинать с себя. И нейрографика, ну это прям мега-супер-классный способ для этих целей. Проверено неоднократно. Когда нужно остановиться? Отличный вопрос, когда вы практически не видите или полностью не видите фигуру первоначального выброса. Тогда можно остановиться. Вот. Кто уже закончил, ждите нас, чувствуйте свои ощущения, задавайте себе вопросы, а что я думаю относительно ситуации. Давайте прикроем глазки, посмотрим, что там у нас с образом темы. Это всегда интересно. Вот он был у нас какой-то первичный или его вообще не было. Закрываем глазки, а что сейчас? А что сейчас? Вот я сейчас, например, на черном фоне вижу голубой шар. Просто вот голубой шар. Вообще не понимаю, про что мне это говорит, но образ поменялся. И для меня вот тот факт, что образ поменялся, он любопытен. Значит, что-то уже меняется. И мне вообще не надо логически сейчас понимать, что меняется. В нейрографике вообще не обязательно понимать логически, что произошло. Поверьте, вам подсознание в нужный момент выдаст. По результату вы поймете, что что-то произошло, что-то поменялось. Продолжаем работать с нашим выбросом. Я вам...